Ребята, всем огромный привет! С вами Роман Шкутер, компания Форс Лайв. Сегодня мы, как обычно, проведем наш обзорщик рынка криптовалют. Не будем долго тянуть. Рассмотрим сейчас в начале биток. Что у нас по битку? Биток у нас дошел до 29 тысяч. Там зона 28,529. Был ложняк. Вернулись обратно. И реально модель изменилась. Вот здесь мы очень долго стояли ниже. Там порядка 7 дней. Ниже 29,629. И значит, после выхода вниз сразу резкий выкуп обратно. Это говорит о том, что, скорее всего, цена может развернуться наверх. Но посмотрим, как будет здесь сейчас подтверждение этого всего. То есть нормально было. Так и хвост сейчас сходили наверх в зону 30 тысяч и вернулись обратно. Это может быть и ложняк. А может быть, что если цена сейчас закроется выше 29,529. Пойдем выше. То сейчас такое, как бы, двойная ситуация. 50 на 50, я бы сказал. Я не очень люблю лезть в положение. У меня одна позиция сейчас есть по Аде открыта. Сейчас покажу эту позу. Но я думаю, что есть шансы развернуться. Но для этого нужно закрепляться выше 29,529. Если умеет закрепиться, тогда может пойти ниже 28,529. И тогда мы можем увидеть 27,529. Поехали дальше. Вот по Аде. По Аде, значит, что я хотел показать по Аде. Я вчера открывал позицию. Да, позиция была открыта вот где-то, нет, повыше. Сейчас. Ну, вот где-то вот в этой зоне. Просто ты на другой бирже. И, значит, сейчас мы, видите, чуть-чуть вернулись. Стоп вот стоит сюда. Да, вот сюда стоп стоит за вот эту зону. И, значит, может и тейк как раз возле уровня 32,5. Вот как раз вот сюда. И вот если мы посмотрим вот этот вот график, то в целом как бы накопление, импульс, то есть сняли ликвидность ниже. Мы видим это. Ликвидность сняли, вернулись обратно. И есть теперь шансы пойти дальше. То есть, видите, вот это все, кто вот здесь брали и ставили стоп за лоу, их всех сняли. Сняли вот этим хвостом. И сейчас есть шансы на продолжение роста. Ну, все может быть, ребят. Всегда должен быть стоп. Нельзя говорить точно, вот мы пойдем туда, мы пойдем вот сюда. Не факт. То есть, может в любую сторону пойти цена, как вверх, так и вниз. Для этого всегда должен быть адекватный риск. Ну, а да, очень техничный инструмент. Очень красиво ходит. Здесь тоже, смотрите, вот был съем ликвидности, да. И потом опять встали и пошли наверх. Вот что-то я похоже сейчас тут тоже ожидаю. Может не такое, конечно, сильное, потому что тут было падение просто сумасшедшее. Там с 38 на 21. То есть, 50% вниз почти без отката. Понятное дело, что после таких движений обычно мы уходим в обратную сторону. На отскок. По BNB. Вроде бы неплохо, но как-то он, ребята, смотрится так себе. На недельке, на дневке более-менее. Вот тут диапазон, если он пойдет ниже 220, то ему будет реально вообще капец, я думаю. То есть, 263, видите, тоже был тест. Потом 258, 263. И сейчас внутри диапазона. В целом, как бы тут можно смотреть на лунги. Ну, как-то он внутри и не сильно ходит. Я думаю, я пока сюда вообще не лезу. То есть, нефтянка хотела глянуть, кстати. А нефть, видите, развернули. Вот здесь постояли, развернули нефть и пошла в такой локальный тренд. Ну, и вот сюда, я думаю, там до 90 может дойти. Так, ДОТ у нас тоже протестил нижнюю границу. Вот это тоже неплохо, ребят. И можно со стопом там 4.90, например, да, вот с этой зоны пробовать. Ну, на откате, понятное дело, посмотреть где-то у нас. Хотя, не, видите, уже откатилась. Да, можно отсюда даже рассмотреть. Видите, вот, смотрите. Вот с вот этой вот зоны, да. Ну, стоп, конечно, желательно сюда, но это может быть очень много. Сейчас-то сколько получается? 20, ну, где-то около там 4%, правильно? 20 центов. Ну, да. Если поставить 12 и сюда, это 20 копеек. Ну, это 4%. Ну, вот это и вот сюда. Ну, вот это может быть, конечно, или можно пробовать поставить стоп типа за вот эту консолидацию, за вот эти вот все уровни, скажем так, такого зона уровня, вот сюда там 5.04. Ну, вот вообще неплохо на лонг смотрится, да. Ну, если, конечно, закрепление будет ниже, там, 5 долларов, то может улететь дальше на 4.2. Такое тоже может быть. Нужно рассматривать все варианты. ЭОС пока стоит на месте. Тоже, кстати, неплохо. Такая же картина. 0.69. И есть шансы пойти дальше на отскок до 0.8. Потом может быть 0.91. Эфир всеми любимый. Пока не падает. Посмотрите. Сильнее рынка смотрится. Тут даже если вот так провести линию тренда. Да, допустим. Очень красиво. Кстати, это все выглядит. Поэтому, может быть, вот куда мы еще можем торговаться и торговаться. Там до конца лета как минимум. А может даже до конца сентября. В этом диапазоне. А потом может он пойти. Значит, тут тоже вот есть такой диапазон. Вот он. Его был. Также сняли ликвидность. Теперь нужно подтверждение этого. Сняли ликвидность. И что дальше? То есть, может быть, еще сейчас пойдем в зону там 1.662. Вот сюда. Или обратно на тест 2030. 2030. Вот. Это экстремальная точка. Поэтому, ну, выглядит как-то вообще непонятно. Ну, как бы, да, тут сняли. Но нужно подтверждение движения наверх. То есть, я бы рассматривал пока лунги по нему. Что это у нас? Это у нас Litecoin. Litecoin. Уже халвинг скоро. Поэтому, я думаю, что движение по нему уже закончено. Вот здесь было. Когда пробили, вернулись. Ретес, видите. Потом вниз. И сейчас тут что-то пытаются держать. Хотя тут непонятно, что это происходит. Поэтому, я пока бы сюда вообще не лез. S&P-шка достали до 4.600. Вот. Первая цель там 630. Достали сюда. Первая цель такая глобальная исполнена. Поэтому, может быть, какой-то откат пойдет по S&P. Возможно, загонят сейчас выше вот этого хая. И потом будет откат. Но, ожидаю где-то в ближайшее время откат по S&P. Потом же, может быть, он достаточно серьезный. На процентов 5-7, 10, возможно, даже. Ну, как бы, перед этим он может еще и на 4.800 сходить. Пока что он смотрится наверх. Но, уже прошли много. Я не люблю, когда так загоняют. Потом обычно бывает, что потом резко разворачивается. Типа, как-то вот так идет. И вот, зри, как здесь вот. Там бах, сразу обратно. Очень такое сильное движение. Вот что-то похожее по S&P может быть. Солана, Солана была, сходила, вернулась обратно в этот узкий диапазон. Между 26,3 и 20 долларов. Вот, постоянно, видите, в этот диапазон. Тут вышли, вернулись. Вышли, вернулись обратно. Вышли наверх, вернулись вниже. Видите, вот, 26,3 и 20 долларов. Вот сейчас посредине диапазона стоит вот здесь. То есть, тут шансы 50 на 50. Как бы, ну... Если я бы смотрел, я бы, наверное, больше на лонг, но запаса хода маловато. Вот, надо взять идеально, вот тут где-то 22, там, 23 хотя бы, и стоп там, где-то 22,5. Хотя бы, что вот так вот сюда, что можно было отойти забрать. Если так уже смотреть. Хотя пока она что-то мне не нравится, честно. Как-то такое. Ни туда, ни сюда. TRX тоже сходил, вернулся. Сейчас, ну, он локально идет в таком восходящем тренде. Поэтому, возможно, отсюда придет еще один откат. Как раз где-то 0,80... 0,080 с половиной. Или 0,080... 85. 0,085. Вот сюда. Lumen тоже, в общем, шикарно был сходил. Пока не льют. Вы посмотрите. То есть, пока не льют. Но хотя такие хвосты уже и объемы. Хотя, видите, пытается каждый раз. Это у нас с откатом идет наверх. Но я уже сюда, наверное, не лез бы вообще. Посмотрим, как здесь. Ну, а какие-то такие вот уровни искать. Локальные. То есть, вот он может отсюда где-то попробовать зайти на продолжение. Хотя, он уже немного выдохся. Поэтому я бы там с лонгами повременил бы этот инструмент. Ripple неплохо, ребят. Я бы еще хотел, чтобы вот это сняли. Вот эту лику вот здесь. 0,66 и 1. Вот это, чтобы сняли. Сходили 0,65 с обратным выносом. И тогда можно. Что-то он тут неплохо стоит. Но красные свечи эти тоже такой себе момент. Ну, здесь сходили. Понятно, сходили обратно. Теперь, может быть, он станет какой-то раньше. Там еще на неделю, на две. И потом, когда будет накопление, может, после выноса он пойдет. Он пойдет, когда никто ожидать не будет. Поэтому это очень интересно. Это очень интересно. И мы вышли вот выше вот этого огромнейшего накопления. Выше там 0,55-0,57. Возможно, тест сверху. Но это будет, конечно, далековато еще. Но если будет тест, это нужно будет оттуда брать. Поэтому Ripple пока лонг. Ну, смотрим где-то за 0,66,8. И, значит, еще Тезос. Тезос пока сильнее рынка. Вот здесь отстоялся 0,79,7. И теперь цель 0,91. Если пойдет, то пойдем дальше. Вот такой у нас кратенький анализ, ребятки. Все, кто торгует компанией Маркетс, молодцы. Кто не торгует, можете рассмотреть. Еще много классных инструментов. Это 576 инструментов. И крипта, и акции, и фьючерсы, и валютные пары. Все есть. Поэтому, кто хочет, догадывайся. Это проверенная компания, наши партнеры. Увидимся на следующей неделе. Всем хорошего дня. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok